Сегодня у нас 14 июня 2017 года. Это поселок Потеряевка. Мы здесь находимся возле домика, который у нас тоже служит для того, чтобы принимать гостей. Вот здесь вот начали траву я работаю, траву обкашиваю. Вон у Алексея Устинова. Козочки ходят, это козел весь обросший, мощный парень. Это козочка ходит, как Вань выглядит, красивенькая. Идем дальше. Себе Таня, вон воробей сидит, что-то в клювике уже держит. То ли еду несет своим птенчикам, то ли гнездо готовит. Вот Игнать нашел попыще для работы себе, лопухи. Вот еще домик, который мы не успели подготовить заезду людей. Ну как репей, Игнать Ильич? Ой, напугал меня. Репей! Тут никто не живет сейчас, а нам принимать гостей надо. Видно, что тут уже весной косили. Кто-то косил. Я говорил, Роман, ну видно, что нынешние кошены. Ну вот оно видно, что стоит. Это из него уже пошла дать, что будельки. Вот они. Да-да-да. Это ясное дело, что... Ну и вот, а крапива, что говорить, она за неделю в рост человека. И вот косит она опять та же самая. Значит, надо хотя бы примерно маленький корешок подрезать. А корешок подрезать, это корня будет. Вон какая у него корневая система. Почему он так зеленеет? У него глубоко. Ему завтрака никогда не страшна. А это крапива. Крапива это легко вылавливается. Ой, через рукавичку берется. Вот смотри, что делается. Ой-ой-ой. Я вот сегодня думаю ребятам, тут у нас гости есть, молодежь, и рассказать про эту борьбу. Как она мне видится. Дело в том, что в мире есть люди, как говорят, они понимают язык птичьи, животных. И могут так кричать, подражать и обманывать. И они прямо на выстрел приходят. Ну, искусственные манки делают, называют. Ну вот, мы пришли. Вроде бы так ничего. Вдруг комарье облепило все. Я стал прислушиваться. Чего они жужжат-то? И мне расслышался голос. Ребята, отечество в опасности. Без высокой травы, без коррапивы, без репья нам житья нету. Как говорят наши друзья там, называют, нам главное это Lebensraum, то есть жизненное пространство. Вот мы кому мешали? Не мешали. Гороломное нападение. От кого? От тех, которые провозносили себя высшей расой. Простите, не высшей расой, а высшим творением Божьим. Ну, вы знаете, человечечки такие ходят. Все уничтожают. Но тут они до нас не доберутся. Дыму нет. Жить можно. Но если это все уберут, за них солнце. Оно выжжет нас. Ребята, уважительная причина не выйти на борьбу, только смерть. И вдруг их толпы, полчища идут. Ну, все я могу сделать. Ты там косишь. Там меньше трава. Главное-то, вот они здесь томятся где-то. Ну и еще говорят, толерантность какая-то. Мы кому мешали? А там маленький пискал кто-то. Я слушаю, кто говорит, а как же мы тут коров кусали? Тут люди проходили. Кусали. Коровы не могут быть вызваны свидетели. Они глупые. У них только одна задача нажраться и молоко отдать. Смотри, она идет на расшарагу. Вымет и не помещается. Они страдают от этих же самых последних тварей. А без нас ведь жития нету. Мы заботимся. У нас детсады в болотах. И вдруг мы еще напустили каких-то карпы. Говорить-то даже, фу, карпы. Летать даже не умеют. И наших детей там пожирают. Гальян там вот такой. Тоже жрет наших детей. У нас выход только один. Плодиться и размножаться. Итак, вот это чудовище бородатое. Второй там тоже гаденыш. Траву уничтожать? Глябанс рам. Это главное. Итак, ребята, за дело. До победы. У нас выхода вообще никакого нет. Вот. И вот я, если выдираю, вот сколько я, так и слышу. Идет борьба на смысл. Ну, я что делаю? Вы косили? Я понял, что надо с корнем подрезать. Корень, конечно, глубокий, но все-таки. Я маленько там подрезаю и лопатой помогаю. Ну, надо знать, где, чтобы ширину... О! Вот. Теперь такой она уже сразу не выросла. Вот. Ну, ясно дело, что тут уже солнышко за меня. Маленько уже церковь стали открывать. Ну, считай, что пришло время. А то высшее расцотворение. О которых кусали людей. Это же говорящие? Правильно, сынок, говорящие. А что они будут говорить? Он хлопнул тебя, убил, и претензий у них на нас нет никаких. Нет, они в суд на нас не подадут. Мы раньше их возникли, они только в шестой день. Твари они последние. У них мира никакого нет, ни в семье, нигде. Мы творца каждый день прославляем, собираемся под кустами, поем хвалу. Почему? Написано, все дышащие дохвалят Господа. А они, ну ладно, эта деревня еще полу-киржатская, полу-православная. А везде основные это. Ну, в городе были? Не были. Ну, вам же звонят по мобильнику. Как там на сановке жалишь? Дерутся. И часто даже бьют нас. А сами ходят на дешевом. Ну, ребята, я же сказал правду. Правду сказал. Так, повторяю. Выхода у нас никакого нет. Этот выкапывает с корнем. А сам отца вами режет. Паразит пришел. Ему мешали мы, его и не кусали. Он на каком-то двухколесном друндулете ездит, даже не догонишь его. А еще какие-то справляют дни, семьдесят восемь лет. Фу! Вы... Кто самый старый? Я самый старый. Сколько? Да уже два месяца мне... Ну вот. От создания мира, считай. И тут не было никто. Это наше хозяйство. Их не было. Мы даже их и не видели. Этих двуногих тварь. Они летать не умеют. Вы слышали, у них книжках написано. Вот есть такой воробей. Он тоже за нами гоняется, паразит. И он говорит, как вы слабые люди. Ай-яй-яй, летать не можете. А я умею. Вы слабые, у вас сидят мошки, а маленькие совсем. Зато мошек сам я ем. Мошек это и комаров. Воробей не глядите, что он такой. Ну его не укусишь. У него какая-то шуба такая. Ну не прокусишь, короче говоря. А глаза он спрячет под крыло. Итак, вооружайтесь, кто чем может. Плохо, что среди нас малярийных нету. Вот наши лучшие-то друзья. И клещи сенсиполитные. Ну тут понятно, 200 лет в селении и ни одного клеща не было. Ну с ними не договорились. Он только лапара надулся, упал и все. А мы-то не просто так. Мы заняли всю клещей-то в околках нету, там сыра. А нам это только подавай. И поэтому, вы заранее знаете, победа на 100%. Все для победы. Там, давайте у своих мартановских печей, пусть оно все без репей порохом пропахнет. Но не сдадимся. Согласны? Согласны! Баба-баби-баби-баби-баби все! Так, мы пока тут митинговали. Смотрите что сделал. Половина поля пропахал. А тут еще что-то сам мокрое стал. Спина мокрая, не прокусишь. У него там называется рубаха Так в рубахе там хоть маленько между этими нитками было А сейчас все залепилось и не можем укусить Я говорю, почти никого нет Ребята, где вы? Где солнышко зашло? Нам все равно смерть пропали Ну ладно, переходите в другую деревню Это я думаю, что я расслышал голос их Потому что высшее творение Дается познавать язык птиц и зверей, как Соломону Ну и вот, делаю это все, а сам все думаю Терентий привез 60 футболок ЛДПР А? Терентий привез на деревню 60 футболок ЛДПР ЛДПР? Это выходит они подписаны? Не знаю Не знаю, ЛДПР я не буду голосовать Мы вообще не голосуем ЛДПР, зачем это нам нужно? А там вырезать можно это место? Не знаю Ну значит какую-то заплату сделать Пропагандистами ЛДПР не будем Хотя к самому Владимиру Вольфовичу у меня претензий нет Он меня еще не бил Как там заволсы кого таскают Дересы Нет, это мне абсолютно не подходит А что за Путина? Да нет Мы молимся за правителя А те какие правители? Они голосуют, деньги берут Сколько у него миллионов-то? Сколько у него машин? Сколько разных домов-то? У всех Поэтому мне не надо это считать Голосовать не будем Майка есть такая В каждый дом там Евангелие Ну вот понятно, о чем речь идет Вот смотри Вот я комар Допустим, я комар Я подошел, вот я стою Вот второй раз уже нынче Все Найди меня Ну Вон я встал А комара вовек тут не найдешь Так что Давай, брат Владимир Покажи сейчас Что ты там делаешь Дай-ка мне Игрушку свою А тут уже Основное поприще Это ваше уже Ну да, поприще Ты тут не вырвешь Среди дров Надо дрова куда-то убрать Так Ты не думаешь, что тебе не в чем заниматься Ну-ка иди сюда Вот это вот место Вон, смотри Зайди Я посмотрю А то я один виновен перед комарами А ты хорошеньким хочешь Святоша Ты вот кирпичи-то эти Потом убери туда в общую кучу Давай Это мы Тут сегодня Это у нас 14 июня 2017 года Среда Ну, кто чем занимается У каждого свое Роман Малыш Машину там что-то ремонтирует Никита там Раздел Свай Простой лес Который Ребятишки там Дрова, наверное, пилят Ваня шкурит Сестры готовят там Шторки А еду Ну, все Все предели Предели Притом Крайне необходимым для нас Потому что Ну, мы еще В субботу будет только неделя Как заехали А заехали тут воскресенье Считай, третий день В третий день мы находимся здесь И вот какие-то поля Я показываю Рядом И как-то свалить их надо Это невозможно Высоту измерить невозможно Так это Это Потом, Володя Я сейчас обойду там Только репей Не трогай Мне главное, чтобы макушка была Я вот за косы тащу Вы видели у тополя Верхушку сломала Я видел, видел Вон она На нашем заборе лежит Да Вот она все Отломилась Тополя громадные Просто Высказать нельзя Сколько уже бьюсь А каким путем убрать их Если она по дому ударит Самый большой вот этот тополь растет Самый большой в окрестности Вот он где Ну его и не видать где-то Это тополя-то крона Крона, крона И далее идет Вот теперь я тут Близко рядом домик Показываем Татьяна Балановикова И вот как его тут свалить Грохнуть Он у нас туда На провода Как-то А тут летний Летний домик Вот его надо освободить У нас приезжают гости Все подготовить Не готово Там, где живем, готово Ребята не успевали Вот Владимир Александрович Пащенко Работник Тоже часто забыл Забыл их Работает Безотказно все Вот, пожалуйста К бане пробиться надо Чтобы дорожка была Вот так Ну и комарам, конечно, тут Так Выбраться надо нам Теперь, где летом мы обедали Там буду выдрать всю крапиву Выкопать ее И потом мы Там будем иногда приходить На свежем воздухе Лагеря нету Лагерь расформирован Просто гости приезжают Так что благодаря Роспотребнадзор Такая организация Там 110 тысяч человек Ну, они нас потревожили Сдвинулись в место Но мы не стали ждать Больше конфликта А ушли оттуда Бросили все И вам надо Берите все ваше Не ваше То есть это деревне передано Деревня теперь распоряжается Там 8 кельей было Значит, мне нужно Там, осторожней, не ударь Там это шифер лежит Смотри Ты подними его, убери Не искушайся Ну, вот я приду тут Пока обкашивает А потом еще раз пройдешь Когда репья не будет Все тогда Понятно, что мы делаем Смотри по времени Чтобы на завтрак не опоздать У нас завтрак в 8 Обед в 2 Ужин в 7 Вот иногда пишут Люблю сидеть долго Люблю сидеть долго Ложусь поздно Очень часто в интернете А это означает Спит долго При солнечном свете Солнце высоко Выше крыши А он спит А этому уже не пишут Ну и так понятно Если ты лег В 10 В 12 часов Или в 2 часа Ну Таких, как людей называют Сова А который рано встает Жаворонок Ну, большая же разница Сова и жаворонок Как шариков говорил Что сравнивать Слоны и коты Вот оно как Городской человек Этого ничего не знает Ничего Он и комаров-то По-настоящему не знает Какой-то пакостью намажется А это пакостью В него Впитается Вот здесь жил человек Вот Ну, он Не за благовидные дела Попросили его Выехать отсюда Нарушение 7 запад И все такое Проще делал Ну, комары Он взял В ведро Наложил гнилушек Разжег И поставил Дым Чтобы шел вовнутрь Ну, комар-то не дурак Он вылетел и все А ведро горит Прогорел Там что он На чем стояла доска Здесь, видимо, в прихожей Прогорела И дыра И насквозь туда, видимо, упала Ну, не загорелся дом Вообще чудо божье Сколько раз Он держал пчел И тут муравьи оказались Там далеко И он заметил Дорожка Оттуда муравьи идут Он еще лучше не придумал Как выжигать А выжигать А он еще Из всяких Мелких сухих травинок Оно вспыхнуло все Я узнал это дело С другого места Принес там, кажется Муравей Его муравейник Огородил И просто Они не пошли сюда больше Их надо отваживать На пути у него там Просыпал какое-то Так Задел, да? Куда-то На ограду повешай Подальше Чтобы никуда не делся Проволока Везде проволока Все, отдаю тебе У нас перед завтраком Перед обедом Разбором Особенно перед завтраком Потому что работает Так Слушай внимательно Там всем скрываться Женщинам не надо У которых руки есть Всех с туда А с собой бери одну-двух Чтобы учить Хорошие хозяйки были Вы уезжаете Никого нету Научи их то Что знаешь сама Я все время учу Я уезжаю У меня заместители Понятно? Давай Понятно Я уезжаю Остается Марина На все лето Я ее всему учу Все передаю И что где брать Давай пусть остается Да А кто умеет Сюда Галина А где они сейчас? Они со шторками занялись Да за завтра Соцениться Может их она нету Чтобы Где они шторками занялись? Ну вот Наверное пошли куда Я не знаю где Они у меня в дом пошли К тебе? Какой? В мой дом пошли Да Ну в дом пошли Ну как вызвайте У кого телефон их есть? Есть телефон У меня в какой-то В тот дом пошли Все должны быть вместе Всегда у нас повара Не повара Помолились Заши уже занимаетесь Так Ну вот видите Какое дело Он там пошел Закрой Надо-то прикрывать Все что так Забываешь Так он побежал Ну пока бегают Маленько вам рассказать У нас отчет от людей идет У нас раньше был лагерь Сейчас нету лагеря Он называется Детский православный трудовой лагерь Стан Детский на первом саду Понятно было Потому что лагеря бывают для заключенных И бывает так Где воинская часть оснарность Написано Разбили лагерь Стоянку Это было и в древнем Риме Это лагерь Стан Стан это означает Временная остановка И вот когда на нас сильно нападали И этот фильм даже против нас поставили И выступает глава администрации Митилев Митилев Федорович, кажется, его было И он говорит Вы знаете, корреспондент Там Владкин так хитро зарегистрировал лагерь Что его ни с какой стороны не возьмешь А говорит на ГТРК Что у них Он не стационар лагерь И поэтому А там дальше написано Никакие нормы Какие есть Санэпидемстанции на лагерях Которые Ну сами мы дикари Ехали на одну ночь ночевали Стан передвигаемся Не распространяется И поэтому Вот даже мы на нас нападали А у нас нет регистрации И в этом фильме Который Ну Афанасьева Не мама, конечно Она материал только давала И Рукава раскатать Чтобы руки были закрыты И они там В этом фильме Как раз про нас Говорят Лагерь Стан Он перегружной Здесь постоянный У нас не лагерь Вообще не лагерь Вы слушайте внимательно Что я вам говорю У нас отсчет всегда Перед завтраком Перед обедом Перед ужин Разно разбираем Обиды Все потом у нас Ни конфликт Ничего нет Мы вовремя Должны отреагировать В лагере нет Это гости Но и с гостями Надо Так Вам сказать Что такое Про гостей Скажи Была жалоба На одного отрока Потом мы даем Сейчас я говорю Разберемся Так Опусти руки Сейчас как мусульманин Стоит руки Это мусульмане Так молятся Руки Потом Аллах Алих Илала Ну и еще Мы разбираем Как нам жить правильно Я маленько кое-что упущу И вот распространяем Это на всех Здесь спрашиваем Кто был старше Вот Женщины Вас тут на кухне Напилось много Еще кого-то я не вижу Так Никуда не отходить Завтрак Обед Ужим Обязаны все стоять Каштык Здесь Кто ничего не умеет делать Из вас Галина Имели детей Там их что-то Тоже устряпает И довольны все Вы День-два Получите Все обязательно Каждый день Одну из девочек Что-то Ты показываешь Это будущее Бог даст Слежит Продлит Хозяйки Хозяйки А если она не хозяйка Так отсюда и развод А почему Потому что Дорожка к сердцу Мужа идет через желудок Ну и понятно Раз За два Она встала Утром Что В батарее греется А что А у меня яичница Она его разогреет На завтра опять яичница Но в конце концов У него мозги спрессовались А это склероз А ты яичница И он даже не знает Что с ней делать А у меня мама так учила Выйдешь замуж Делать ничего не надо Ничего себе Наоборот делается Говорит А что ты дочка Спишь Пришла А говорит Мой муж Проспал Когда можно было На мне не жилить А теперь я лежу То есть Надо научиться готовить У нас мама готовила Все Все Абсолютно все То что вы даже знать Не знаете Она может и сверкновить У нее 25 колодок пчел Сама масло сбивает И все это сохранилось Показано Сохранились Видеосъемки Старшего брата 50-ти десятилетней давности Вы должны научить их А не так Что вышла замуж Говорит Месяц прошел Клинком подзади Все вылетело Следующая малька пойдет Чтобы она знала Когда бы он не проснулся У нее все готово Ты хозяйка Дети Ты 31 глава Притчи Соломона Об этом говорит У нее дом в порядке Двойные одежды Одеты Ну и все Восхваляет ее муж Много было шон Не у него вообще Но ты достойна хвалы Вот такие чтобы были То что ты умеешь Что-то делать Там математик хороший Там певец Музыкант Поэт За стол Ты все равно надо садиться Сколько ты ни пой Не крутись А надо за стол садиться И поэтому Мы по еще и православной Из постной пищи Из почти Ну там ничего Как будто витаминов Сделать ее витаминной пищей Интересно чтобы было И кажется Не назойливо Вот это дело Каждый день Сегодня одна Завтра вторая Третья дежурит Только девочки Мальчиков не трогать Мы в одном доме Это лагерные порядки Здесь маленько меняются Мальчики здесь не дежурят Только девочки Потому что их сразу Мы забираем куда-то А кто дежурил После этого у вас здесь есть Это домашние порядки И вот сегодня Ну работали на кухне Как работали? Хорошо все работали Хорошо Я спрашиваю Чтобы без лука Встать вещали Так У вас на руководителя Жалобы какие-то есть Что он не так Учит И тот рецепт дает Нет Есть? Нет Нет У вас нет Ну слава богу Так Здесь был Никита Андреевич Старший Выйди сразу сюда Рассказывай Как работали? Хорошо работали Пока Ну Понуждаешь Так хорошо работали В росте хорошо работала Оливия Но под конец Они там Разгонялись Уже ждали Разговаривали Время работы Разговаривали Щепку в рот Вы знаете Этот порядок А научитесь Не болтать Ты должен строгим быть И справедливым Чтобы нигде Они не поранились Вот сегодня мы отработаем Там вернемся здесь Думал В девять Прийти Роман Никак Ему позвонили Из Новосибирска Спрашивают Как дорогу Машину он продает Она ему тут не нужна А там Что-то надо снять Он тебя сейчас попросит И побежишь туда Он должен позвонить Или как Что-то там снять Надо запаять И поставить Из Новосибирска Идут Тут поэтому Все оставить Чтобы ему помочь Я даже Если двоих будет тяжело Дам Володю туда Я уже там был Договариваемся С Игорем Надо поехать Где брать Гравик Что-то туда завозить Заготовить Ну все Слава Богу Я доволен Что разговаривали Так Чтобы нигде Руки не держали рядом С пилой Да Тараси мне жаловался Тараси выходи Ну-ка давай сюда Что случилось Садь Просто Коля Коля он Когда пилит Он вытаскивает Из этой дырки Где пилит И долбит По деревяшке Ну балуются Просто балуются Часто Так Коля Ты первый день пилишь Или второй Надо привыкать Смотреть Подставы Я сделал для взрослых Здесь Потому что Детей я не знал Сколько С чего будет И уже ничего Нельзя сделать Надо третью козу Будет поставить Для детей Совсем низенький Ну просто Моя ошибка Была здесь Коля Кто не работает Тот не ест Тот говорит Не ест Но это неправда Как раз едят Те кто не работает А в писании Написано Кто не хочет Трудиться Тот и не ешь На нравственность Ты не хочешь Работать Не надо У нас был Такой здесь Один Сережа Маленький Совсем Зайнуйдинов Ну и У нас как Ему ничего Не дают Есть Он напротив Должен Стала Стоять И смотри Первого Второго Лешают А он Никак не хотел Работать Не заставляйте Я вот тогда От работы Отвернулся В другую сторону Вот стой Смотри А теперь Смотри Как другие едят Он слезами орет И кричит Работать хочу Не есть хочу А работать хочу Вот Склонился Вот так вот Алё Что ты Раком стоишь То есть Вырастет Ребенок Он будет другой Надо ему ищить работу А то работающего Человека Все есть Вот у нас Посмотрите Вокруг Все есть Абсолютно И даже Гнезда Ласточки Кошки Расположение К нам Людей Понимаете Так еще Сколько мы Приемем Еще группа Одна С Екатеринбурга Приехать Не знаю Сколько Там Может Два-три Человека С Канады Какой лагерь Может Показать Такой Ну Сейчас Дорого Стоит Путешествие Все Остановись Понял Он не виноват А далее Такого Поменять С другим Так же Будет Значит Такого Адра Говорит Адра Старую Лошадь За хвостом Яму Мы Пошли Вот Этот дом В этом углу Стоит Который Заворачивали Пустой Там Яромат И что Там Репей Я ему Звонил Или Или Как Он Приезжал Ему Говорил Это Не Звонил И Он Покосил Видно Что Скошенный Был И Теперь Он Вот Такой Высоты Уже Репей После Скошенного Нынче Вот Такой Вот А Корень И Метр Может Быть На Дальше Там Я Не Знаю Но Его С Корнем Не Выдрать Но Если Его Подрежешь Лопатой Ясно Быстро Не А Просто Погладил По Голове Я Этим Занялся Пришел Начал работать И друг Со всех сторон Комарил Как Поднялся Комар Любит Где-то Затишье Где Ветер Не Дует Солнце Не Жарит Он Солнце Не Любит У Него Рак Кожи Сразу И Вот Он Там И Вот Были Люди Которые Понимали Как Птицы Поют И По Птичьей Девочке Одна Писание Говорится Об этом Что Там Лошадь Заговорила С человечим Голосом Там У Агнии Считаем Кажется У ней Птица И голубь Заговорила Это Бог Делает Так Ну а Представьте Что Бог Сотворил Мир И все Хорошее Написано Все творение И все Хорошо Все хорошо Значит Хорошо И комар И клещ И написано Все дышащее Хвалит Бога И мышка Хвалит Бога Мы только Она мешает Она хитрая Вредная Ну вот я слушать стал сегодня Правда я плохо слышу Но слышу Жужжит комар И мне кажется Ребята Напали эти изверги И с человеками зовут Да еще воображают Что они Высшая раса То есть не высшая Это раса Творение человека Да тфу Одно Да они же сами знают И находят В лентарных Где-то осколках Мы там уже были Насколько миллионов Раньше лет И здесь мы жили 20 лет Никого не было Ребята Если они уберут Здесь этот ветвей Хана нам Правда мы можем На болото переселиться Так они наш Детсад губят Сколько нас Нынче там посеяли Рыбу напустили Каких-то карп А карпы даже Летать не умеют Вот А все дышащее Хвалит Господа Ребята Все на защиту Родины Пусть она Весь воздух Порохом пропах Будем сгорать У доменных мечей Но не допустим И мы сюда А мы дальше И дальше Они говорят Эти люди Вообще не верующие А еще Говорят Вот надо Чтобы Уважать Друг друга Толерантность Какая-то Да какая толерантность Комарик Малитет Ищет Мы тоже Кому-то вредим Кому мы вредим Мы свое дело Делаем Бог так сделал Траву есть не можем А что даже есть Коровы Они не пожалуются Им не до нас Совсем Она безмозглая такая Ну Понятно Что птица Это тоже не пожалуется Там ей Не доберешься до нее А кто жалуется Люди Опять же На нас жалуются Платочек Надо Где платочек Покажи Мыть руки Надо после соплей И вот Меня слышится Как они разговаривают Да Были люди В наше время Не то Что нынешнее Племя Были люди Кто Монахи Их ругают А монахи Хорошие люди Комара Они убьют Вот говорят У них В жизни Я написал И дедушка Мой передавал Макарий Александрийский Я там Наш прапрапрадед Сел Комар Укусил И он его Хлоп А потом покаялся Я убийца Убийца И плакал Долго Ну Не все такие Никиты Которые стоят Там на остановках В городе Бьют нас Нет Был такой Никита Один Муженек Да вот он Брал лишнее С людей Этот Никита И жена Однажды Варит Ну Какая-то там Татьяна Марина Я не знаю Кто Наталья И оттуда Только Пошапнула Оттуда Сплывает Кисть Руки Нога Голова Она испугалась Мужа Завел Смотри Чем питаемся То есть Написано Кто отнимает Пропитание Уближнее Зарплату Не выдавали Вот проведите Там было Ерский Такой был Пинчушка Один Это еще Называется Кровопийцы Они Кровь От хлеба Получки Не давали Пенсии Не давали Это кровопийцы Мы не к власти Пришли Кровопийцы И вот Тут я слышу О чем идет разговор И когда Никита Подошел Посмотрел Он пришел В ужас Как мне деньги Достаются Кому-то Не доплатил Что-то И он разделся Догола И ушел В болото Лег Вот там Наши Братья Дедушка Такой праздник Был Монахи У них кровь не такая Тобаком Незараженная Настоящая Так в нашей разе Такие люди были Исполины были Рождались тогда Комары Вот такие вот Говорят были Ну Может быть и врет Но в самом деле Монахов мы грызли Ой хорошие люди И вот на болото Придут Лягут И лежат А мы их грызем И вот Феодосий Печерский Был Говорят Основатель русского Монашества Так он Прял шерсть И раздельница И у него Кровь прямо Течет По нему Мы кусаем его А ему нужды нет Он терпеливый Был такой Хорошая Монахи А эти люди Пошли только Укусишь Ой-ой-ой Вот какой-то Виталик К ним тут приезжал Потеряю Весь запутается Только глаза Ну как хиджап На нем надеты Беда такая А другой на себя наденет Наздевает На него Смотрите Глаза торчат Только у него Это все рассказывает Я все слушаю Действительно так А эти Эти нехорошие люди Мы кого трогали Нет Горолома напали Утром Без объявления войны И так мы Объявляем войну Ну ребята А где вы Никому нет Все по кустам Так пропали Переходим В следующую фазу Полетим В другое место Это вот мне Сегодня показалось Я наслышал И понял Комарину И речь Что они так Гуйствовали Кусали А этот Старый Крыщ Пришел сюда У него Можно Хоть маленько Между этими Можно было Кусать А сейчас Что-то там Какая-то Мокрота Появилась У него Все замазало Я три раза Пытался У него Прокусить Комар Говорит Да не кусай Ему Все равно Хлопнет И дальше Добьет Тогда Куражкой Сразу Пятерек Убивает Значит Нам есть Кто недоволен Будем Работать Так Чтобы Не дергаться Из одного Комара Комар Не старше Нас Мы Владыки Всего Он Раньше Произошел Но Нам Бог Дал Власть Быть Хозяином Кому Жизнь Давать Кому Нет Поэтому Режут Скотинку Поэтому Рыбу Ловим И все Интересно У нас Работа Была Да Ну вот Вы тоже Внимательно Смотрите И у вас Получится Что-то Я что-то Сказал Я никогда Не считал Это Я просто Работал А сам Слушал Ну Да Мне Интересно Просто Я тоже Вот Мы С весной Весной С братом Ходим А комаров Еще нету Ну Смотрю На водную Глазь Смотрю Они там Собираются 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 Все больше И больше И главное По одному Мгновению Кто-то Ему То ли Ангел Какой-то Раз И все Заполнило Всю окрестность И все И давай На людей На скотину На всех Налетает У нас Приезжал Потеря Геннадий Здесь был Он работал В Тайге Томской области Вы Не представляете Сколько Можем Мошкары Вот Говорят Дадут Мы Работаем На лесозаготовках И вот Горячая пища Вот так Рукой Бахни Брось И в чашке Место живое Полностью Плюнка Из одних Мошкары Если Оленя Разгонят А он Нызрями Дышит Падает Полностью Забитый Нос А у нас Сейчас Целый день Ходи Так как Солнце Только будет Уже Тепло Роса А уйдет Ходить Босиком Со Шараш Дня И вы Сразу Почувствуйте Уже Через Неделю Какая-то Особая Сила Энергия За Стол Николай Помидорчики Могорчики Помидоры Там Закончики Передем Сюда Выберем Шкури Роман Сказал Шкурич Некоторые Разницы Нет Я Распилю Он Показывает Поле Половинку Ему Высоком Поднимай Выши Головой Вижу Коля Вижу Руки Руки Убери С стола